И мы с вами находимся на станции Канам, но она совсем не похожа на станцию метро, это как будто торговый центр. Все сияет и блестит. Всевозможные, как всегда, косметические бренды здесь представлены, корейские. Кофейни, бутики с одеждой. Здесь много офисной одежды такой, классической, потому что на Канаме сосредоточены офисы. Бабушка не просто попрошайничала, она продает жвачки. Эта бабушка, кстати, здесь сидит, сколько я живу в Корее, 17 лет, так эта бабушка тут сидит, она, наверное, уже намного богаче всех тех, кто на Канаме работает. Вообще, сегодня я хотела поговорить о мусоре в Корее. Последнее время большое количество русскоязычных туристов посещают Корею, в частности, Сеул. Как вы знаете, после того, как отменили визовый режим, поток туристов не иссякает, он только растет. На ютубе ролики о Сеуле растут как грибы после дождя просто. Я стараюсь по возможности все их смотреть, так как мне интересен взгляд, незамыленный, так сказать. Интересно знать, что людей приводит восторг, а что разочаровывает в моем любимом городе. Одним таким разочарованием, как я заметила, является, как ни странно, именно мусор в Корее, в Сеуле, в частности. У людей, интересующихся Кореей, сложился такой стереотип, что Корея идеальная страна, стерильно чистая, современная, сплошной хай-тек, нанотехнологии какие-то. По улицам ходят роботы, какают розочками и пахнут апельсинами. Все как в лучших корейских дорамах. А теперь представьте себе всю степень их разочарования, когда они приезжают в город своей мечты, они ступают вот этот первый шаг на эту землю, по которой хаживала, о боже, сам Ли Мин Хо и Сочун Ги. И натыкаются первым делом, да, именно на нее, на кучу пакетов с мусором. Мало того, вокруг раскинуты какие-то непонятные ларьки, прилавки с уличной торговлей. Просто привет из 90-х какой-то. Вас распирает от негодования, вы чувствуете себя прямо обманутым. О чем вы торопитесь рассказать всему миру? И я не собираюсь сегодня кого-то переубеждать или отрицать какие-то факты очевидные. Просто хочу немного объяснить, рассказать о каких-то культурных особенностях Кореи, об отношении корейцев к тем или иным вещам. Я думаю, вам будет интересно, так как это отношение практически противоположно нашему, российскому. И чтобы не углубляться в политику, не затрагивать тему малого бизнеса или бездомных людей на центральных улицах Сеула, затрону сегодня все-таки тему мусора только. И вопрос первый. Почему прямо на дороге? Причин несколько. Во-первых, в Сеуле очень плотная застройка, особенно в старых районах. По плотности население Сеула входит в пятерку, если не в тройку самых густонаселенных мегаполисов мира. Может, даже он первое место занимает, я, если честно, не в курсе. Большинство второстепенных улочек настолько малы, что по этим дорогам, узким, их дорогами-то нельзя назвать, не только мусоровоз никогда не проедет, но даже малолитражка какая-то все зеркала там оставит. Логично, что мешки с мусором выносят на более широкие и центральные дороги. Окей, скажете вы. Почему в таком случае нельзя поставить красивые контейнеры, какие-нибудь нано-роботно на солнечных батарейках? И тут тоже несколько причин, как все сложно с мусором, да? Во-первых, пакеты, в которых выставляется мусор, платные. Система оплаты утилизации мусора такова, что вы платите за пакет, в котором его выкидываете. Если вы выбросите мусор в каком-то левом пакете, никто его просто не заберет, он так и будет там стоять. Поэтому во всех местах складирования мусора обязательно стоят видеокамеры. А штрафы довольно велики, поэтому порядок соблюдается почти всегда. Ключевое слово почти. Кстати, по статистике, именно иностранцы грешат экономией на мусорных пакетах. Целую политику с ними ведет государство по этому поводу. Опять скатились в политику. Вторая причина отсутствия контейнеров касается и простых мусорок, коих в Корее вы с трудом найдете. Это причина угроза терроризма. Когда-то в Корее, очень давно, не помню в ком году, террористы заложили бомбу в мусорку на одной из центральных улиц где-то, в каком-то городе, я не помню уже, где было огромное скопление народа, было очень много жертв. После этой трагедии все мусорки в Корее убрали. На каждом сантиметре стоят камеры, стопроцентное обозрение, и у террористов в Корее мало шансов, слава богу. Ну и третья, самая главная, на мой взгляд, причина, это отношение корейцев к этому самому мусору. Оно, как бы так сказать, спокойное, что ли. Нет у них какого-то комплекса по этому поводу. Что, вы знаете, нужно вылизать весь центр города, надо, чтобы все иностранцы видели, что мы не засранцы. А там уж хоть кол на голове, да, во дворах и закоулках. А в Корее все с точностью наоборот. Именно в жилых кварталах, вот жилых комплексах, у них идеальная чистота и порядок. А на самых вот центральных улицах, там, где сосредоточены всевозможные увеселительные учреждения, да, еще и в ночное время, просто туши свет, мусор повсюду, там хоть с лопатой ходи. Но стоит отдать должное, утром город опять приобретает цивильный вид, такой, знаете, как... Это как кореец, офисный работник, вечером в хлам, а утром в белой выглаженной рубашке бежит на работу. Что же касается ответа на вопрос, все-таки грязный ли Сеул или Корея, в общем, но понятие грязи, оно разное. Да, в Корее есть мусор, но практически отсутствует пыль и грязь. Вы можете круглый год проходить в белых макосинах, ни разу их не стирая, и они будут выглядеть как новые. В Корее практически отсутствует открытый грунт, и это совсем не значит то, что города полностью укатаны в асфальт. Зеленее того же Сеула сложно найти города в мире. Здесь сотни, если не тысячи парков, горы, дикие леса прямо в центре Сеула, но грязи нет. Дело в том, что если по земле не ездить и не парковаться на ней постоянно, она покрыта травой, и никакая пыль с нее не летит. Чтобы понять, насколько чисто в Корее, можно заехать на любую подземную парковку. Полы там круглый год стерильно чистые, они блестят и переливаются, как, не знаю, как новый пятак. Даже когда дождь, даже когда снег. В общем, я надеюсь, вам было интересно. Делитесь комментариями, и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok